Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего, Иешу и Мессии. И мы просим Тебя, Господь, благослови этот день, благослови это время, дай нам научаться из Твоего Слова Божьего, чтобы мы преобразовались и обновлялись в Своем разуме, Отец, и становились подобными Тебе. Бог мой, дай нам быть не просто слушателем, но исполнителем того Слова, которое Ты посылаешь, Боже. Мы благодарны Тебе, Господь, за это время, которое мы имеем, Боже, за время общения с Тобой друг с другом. Благословляя, благослови, Бошем, Ешо, Машхейно. Амин. Аллилуйя. Что мы помним вообще из этих дней? Я так периодически пытаюсь выяснить. Что мы помним? Спасибо. А вот ведь тишина. Что мы помним жертву? Для чего? Микрофон. У нас тема о жертве. Хорошо. И помним о том, что жертву приносим для себя или для общения с Творцом. Для себя обычно жертву приносят язычники разным богам. Мы приносим жертву для того, чтобы иметь общение с Богом. В общих чертах правильно. Какие мы говорили вещи, которые относились к понятию вообще жертва? Жертва – это нечто ценное, то, что ты даешь, и назад можешь не получить. Связано с риском. Да, связано с риском. Риск потерять. Что еще мы помним? Нечто ценное, и при всем при этом то, что касается жертвы, мы говорим о том, что она может быть и не принята. То есть мы потеряем, но не факт, что достигнет. Дальше. Жертва указывает, что то, для чего мы ее приносим, мы ценим больше, чем то, что мы приносим. Есть некая ценность, которую мы хотим получить, и оцениваем ее выше, чем саму жертву, которую мы приносим. Что еще мы помним? Жертва – это как бы то, что мы хотим. Я так понимаю, что ради того, чтобы быть ближе с Богом, я жертвуюсь, можно сказать, и временем, и деньгами, и с собой. Я понимаю, что Бог мой, Он заплатил такую цену, которую невозможно мне оплатить. Он заплатил за грех. А грех – это и сознательный грех, и грех – это как бунт против Бога, и несознательный грех. За все. Это все. Хорошо, окей. Мы можем сказать таким образом, что жертва показывает нашу зависимость. Зависимость Бога. Смотрите, я использую универсальные понятия. Заметьте, пока о цели мы ничего не говорили. Я, во всяком случае, ничего не говорил. Я говорил о том, что жертва – понятие неценное, к ней неприменимо. То есть жертва должна быть чем-то ценным для того, кто ее приносит. Если это что-то неценное, незначительное, то это уже что? Не жертва. Окей. Жертва всегда сопряжена с риском. Она может быть принята, а может быть и не принята. Справедливо и универсально для всего. Даже если я жертву какому-то человеку, он может ее взять и не принять. Жертвы приносились идолами. Люди сомневались в том, что они принимаются или не принимаются. Сомневались. Жертвы приносили истинному Богу. И он их одни принимал, а другие не принимал. Универсальное понятие. Окей. Жертва показывает то, что есть что-то более ценное, что человек хотел бы получить, принеся что-то в жертву. То есть она указывает на большую ценность, чем сама жертва. Окей. Жертва указывает у человека зависимость от того, кому приносится жертва. То есть он говорит, я понимаю, что то, что я имею, это благодаря тому, что ты мне дал. Она показывает, что я завишу от того, кому я ее приношу. Это универсальное понятие. Мы говорили о том, что жертва в плане язычников, она является способом поклонения божеству, но при этом, принося жертву своему божеству, язычник все равно оставляет свой интерес на первом месте. А следовательно, центром поклонения является кто? Человек. Человек. В отличие от этого, мы говорили, что когда мы смотрим на жертву, приносимые истинному Богу, понятно, что приносятся жертвы для того, чтобы иметь возможность общения с ним, и в центре находится кто? Он. Всевышний. Есть разница? Есть разница. Мы говорили о том, что жертву, приносимую язычникам, искали ответа в каком мире? В материальном. Жертву, приносимую истинному Богу, они искали в духовном мире общение. Есть разница? Большая разница. Мы говорим о том, что есть общее понятие, которое справедливое для всех жертв, а есть понятие, которое справедливое для одних и несправедливое для других. Понятно? Еще что-то хотели добавить? Еще есть жертва добровольная. И жертва есть добровольная, и жертва есть просто, ну, должны ее приносить. Мы должны ее приносить. Опять. Это мы чуть-чуть дальше. Мы только отметили, что та жертва, о которой мы говорили, она являлась, жертва всесожжения, жертва Аллах, она являлась добровольной. То есть, она не учреждена была как обязательное действие, которое человек должен был совершать. В отличие, к примеру, от жертвы за грех. Там никто не спрашивал, если человек, в общем-то, согрешил, он должен был принести эту жертву. Понятно, разница есть? Есть. Есть. Отлично. Что еще мы говорили? Язычники приносили жертву иногда на всякий случай. Истинная жертва не имеет никакого смысла, если она приносится без чего? Без требований. Без веры. Спасибо. Мы говорили о том, что необходимая часть истинной жертвы – это вера приносящего ее. Ибо из этой части, ну, собственно говоря, все становится бесполезно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть. Отлично. Дальше, что мы говорили еще? Как хотите, чтобы вы помните. В зависимости от того, что мы пока пытаемся, ну, воспоминаниями возбудить здравый смысл. Другими словами, мы пытаемся нарисовать некую схему, да? Чтобы она у нас присутствовала в голове. Когда мы обрисовываем общее понятие, вот так вот, несколько раз мы это еще будем делать. Я думаю, сегодня мы это сделаем, завтра мы еще это, может быть, сделаем. То у вас сложится некая картина. Понятная и ясная картина. Когда вы будете слышать слово «жертва», о чем именно идет речь. И какими особенностями она должна обладать. И является ли то, что я сегодня делаю, по-настоящему чем? Жертвой. Или то, что я сегодня делаю это, я делаю за компанию. Потому что так принято. Потому что меня так научили. Я совершаю некое ритуальное действие, потому что, ну, мне сказали, так надо. Но, по сути, тогда это будет жертвой. А если это не будет жертвой, то будет ли это приятным благоуханием для него? Ничего не будет. И таким образом до сегодняшнего дня останется опасность совершать некоторые действия, лишать себя чего-то. А в итоге не получать то, для чего это было дано человеком. Бог дал человеком. Понятно, да? То есть мы что-то будем делать, совершать, чего-то лишаться, чего-то отказываться. Но результатов в духовном мире это не будет проиметь. Почему? Мы это же сделали за компанией. Сделали без веры. Отдали то, что мне самому не очень надо. Мотивы были не те. Теперь, когда мы говорили о том, что приближающийся к Богу может приближаться к Нему на чьих условиях? Только на Его условиях. Значит, заметьте, что Его условия, они выдвигали определенные требования как к самой жертве, так к состоянию человека. И еще к чему? К месту, где это все происходило. Если мы смотрим Синайский завет, то мы будем точно знать, что Бог определял некое место, где Ему можно было приносить жертвы, и в другом месте принесение жертв было невозможным, но бесполезным. То есть, есть разница между жертвой и простым убоем скота. Если вы это делаете не в том месте, скотинку зарезали, нет вопросов. Но то, что вы сделали, не является чем? Жертвой Всевышним. Не является той жертвой, которую Он предназначил. И в Синайском завете Бог отделяет для Себя народ. Бог определяет взаимоотношения между Собой и народом, дает место поклонения, определяет это место. И таким образом созидает народ для кого? Для Себя. Отлично. В Новом завете что мы имеем? Мы имеем новый народ. Вы никогда не народ, ныне народ Божий. В Синайском завете Он говорит, душа моя не возглушается вами, и я буду ходить между вами. В Новом завете Он говорит, я вселюсь в вас. И они будут соответственно своим народом. Определяется ли это место поклонения в Новом завете? Место. Да. Мы не говорим. Послушайте. Как бы вам объяснить? Место. Спасибо, 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 спасибо. Еще раз. Кто сказал? На всяком месте. Спасибо большое. На всяком месте. Где двое или трое собраны во ММЮ. Там я буду. Значит, определяется некое место? Да, всякое. На всяком месте. То есть, не отдельное место, территориальное, которое отделяется для того, чтобы совершать некие ритуальные действия. А Бог говорит, я на всяком месте, где вы будете собираться во имя Мое, туда я буду приходить. Да, к месту. Оказывается, это тоже есть условие. Да. Во имя Мое. Скажите мне, пожалуйста, меня интересует простой вопрос. Чисто по-человечески. Скажите, пожалуйста, а в Ветхом Завете один еврей мог молиться? Мог. Мог. Иисус ударялся в определенное место. Для чего? По молиться Богу. По молиться. Я же спросил, вообще, евреи могли молиться? Могли, да. Но мы же говорим о некотором другом действии. О совершении каких-то действий, связанных с принесением жертвы, связанных с каким-то ритуалом, который Бог будет что? Посещать. Присутство. Это же разные события, да? Все смешалось, кони люди. Понимаете, в чем дело? Как это ни странно, как это ни странно, вы не поверите, но евреи могли и в то время молиться не только в Иерусалиме. И в плену они молились, кстати. Да. Если вы не будете посещать собрание людей, которые собираются во имя Его. Потому что Он определил для нас, верующих, Нового Завета, время, когда мы собираемся во имя Его, и Он посещает эти места. Там мы можем приносить жертву уст, жертву хвалы, там мы можем приносить жертвы материальные. И там он их будет принимать и будет посещать эти собрания. Если вы сами, ну извините, Он не давал нам такой возможности. Есть разница? Поэтому, ну как бы евреи не молились только три раза в году. Они молились намного чаще. И не только в Иерусалиме, но на любом месте они хотели это делать. Слышал ли Бог их молитвы? Ну, в общем-то, да. Я так думаю, что да. Но Он отделяет специально место, куда Он говорит, вот, извините, но вот жертву только возле скиния собрания. То есть, был шатер собрания, место собрания, Он говорит, вот, пожалуйста, куда? Место собрания. А в Новом Завете место собрания на любом месте, на всяком месте. То есть, мы не имеем жесткой территориальной привязки, но место собрания все равно, что у нас есть. Почему я обратил внимание на слово, что? Какое? Место. Место. Когда вы говорите, Духи истинные, это ваше состояние. А я говорил о месте. Я понимаю, что верующие Нового Завета, они очень духовные люди. И поэтому, иногда им надо понимать про место, куда они должны приходить. Потому что они настолько могут далеко простираться в Духе, что они могут быть членами Вселенской Церкви, при этом не посещать поместную. Да, Копланда в Россию. Поэтому, извините меня, у евреев все было достаточно приземленно, было скинье собрание, куда им надо было приносить, и в другое место, извините. Все очень просто. Когда мы смотрим на Писание, то все очень просто. Параллели достаточно простые. Да, видите, как хорошо. Как у нас сегодня хорошо. Итак, мы предошли потихоньку к жертве Аллах, и там есть такое специфическое слово. Но, вначале, как жертва есть. Да? Жертва есть, а если не соответствует условиям, то жертва не есть. Молодцы! Я повторю теперь то же самое в микрофон. Если есть жертва, то есть определенные требования, которым должна она соответствовать. Если жертва, скотинка, не соблюдается, значит, эта скотинка перестала быть жертвой. А, соответственно, убиение данной скотинки не является жертвоприношением. Не, ну, как бы, может, гуманно, может, нормально, скушать потом можно эту скотинку. Ну, не есть то, что хотел бы человек. Понятно, да? Поэтому приближаться к Богу можно только на Его условиях, а не на тех условиях, которые мы сами себе придумали. Понятно, да? Что мы еще отметили, когда мы читали первого главу книги Левит? Что-то кто-то хотел добавить? Жертва была принята уже тогда, когда человек возлагал руку на голову животного. И тогда это было уже не животное, а жертва. Да. В тот самый момент, когда человек возлагал на то животное, которое соответствовало требованиям, в том месте, которое было определено, оно переставало быть обычным животным, остановилось с кем? Жертва. И в тот самый счастливый момент, жертва что? Было принято. И это вопрос был верой? Да. Приносящего. И ему не надо было ожидать, когда в будущем изменится обстоятельство, а он верой принимал искупление, которое наступало в момент, когда он возлагал руки. Очень важное слово, о котором идет здесь речь. И возложит руку свою на голову жертвой всесожжения и приобретет он благоволение для искупления его. В синодальном переводе текст звучит следующим образом. И возложит руку свою на голову жертвой всесожжения и приобретет он благоволение в очищении грехов. В других переводах очищение обозначено словом искупление. Хорошо, как у вас мы все знаем, чего нам теперь ожидать от этого действия. Искупать или скрывать или прикрывать то, что происходит в момент, когда он возлагает руки и Бог принимает эту жертву. Эта жертва позволяла ему искупить или закрыть свои грехи. Другими словами, устранить единственное препятствие, которое отделяло Бога от человека. Потому что мы говорили еще в части истинных жертв о том, что жертва служит восстановлению взаимоотношений, которые были утрачены вследствие греха. Быстро или успели? Восстановление взаимоотношений вследствие устранения преграды, которая была воздвигнута человеком из-за греха, который он совершил. Ну, смысл очень простой. Есть грех. Грех привел к чему? К разделению с Богом. Теперь это разделение каким-то образом надо устранить. Принести жертву. Принести жертву, и Бог будет покрыт. Препятствие будет устранено. Вопрос. Вопрос. А чем отличается очищение от грехов, от покрытия грехов? Как вам сказать? Есть разные понятия. Есть понятия, которые называются... Встречались в таком понятии? Чистота. А есть понятия? Хорошее слово. И есть понятия? И вкупление. Да? Разные понятия. Да? Скажите мне, пожалуйста, чем отличается понятие чистота от понятия святости? Вы молитесь? Ну, иногда. Не так, чтобы все время. А иногда. Молитесь? Да, конечно. Спасибо. А вы молитесь, чтобы вы были чистыми и святыми? Да. Да, нормально. А какая разница? Чисто. Можно быть чисто. Но нет, ведь нет, чтобы вы посчитали. Появилось новое понятие – Дух Святой. Мы говорим, я прошу прощения, чтобы мы не уходили далеко. Мы разбираем... Сколько понятий? Пока два. Два. И я спросил, в чем разница между этим понятием и этим понятием? Разница в чем? Чистота – это, наверное, то, что мы все время нуждаемся в Господу. Ну, правда. А, послушайте, ну, это важно не только для себя, но и для других. Понятно? Ну, я думаю, что чистота – это то, что когда мы нуждаемся в Боге, мы приходим к Ему, просим, чтобы Он нас очистил. Ну, это часто может быть всю жизнь. А святость, наверное, это процесс, как, ну, Святое освящается еще. Это наша часть, да? Может быть, ну, есть часть Божья и наша. А чистота – это чья часть? Не, ну, это тоже наша, но... Святость тоже наша? Ну, да. Или святость Его? Ну, святость Его, потому что... Святость Его. А как понять, Святое освящается еще? Ну, это Вы мне решили задать вопрос? Я просто... Чистота – это отсутствие греха, а святость – это отделение для Бога. То есть, когда... ну, святость, она может... В ней еще, ну, как бы... Человек отделенный для Бога, но это не значит, что он безгрешный. То есть, он может согрешать. Но чистота – это когда он чистый, то есть нету греха. А когда он святой, он нечистый? Он может быть нечистый. Но может быть святой. То есть, он может быть отделенный, но... Святой, но грешный. Святой, но грешный. Божья святость. Мы, короче, не знаем. Это хорошо. Расслабься. Есть люди. Есть люди. Да, конечно. Не, я жду. Нет? Я думаю, что святая святость, в принципе, ничем не отличается. Смысл один. Человек перед Богом чистый. Имеет Дух Святой, очищен от всякого греха. Но здесь, конечно, есть некоторые, ну, пояснения в том, что... Я прошу прощения. Я остановлюсь. Вы помните, о каком периоде мы говорим? О Ветхом. В Синайском залете? Да. Да. Дух Святой... Тогда еще Духа Святого не было. Нет, все нормально. С ним все хорошо. Он был. Он был, да? Я просто... Он присутствовал. Бог, в общем-то, не изменился. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Все с ним хорошо, все нормально. Я просто обращаю внимание на что? Мы, как новозаветные верующие, придаем очень большое значение присутствию Духа Святого в нас, верующих Нового Завета. Это понятно, да? Поэтому я, ну, обращаю ваше внимание, что когда вы будете на всякий случай употреблять выражение Дух Святой, не имеется в виду его работа верующих Синайского Завета. Нет? Я только на это обращаю внимание. Понятно, о чем я говорю? Они же жили немножко в другое время. Дух Святой не обитал внутри их. Он не приносил святость Ешо внутрь этих верующих? Нет? Нет? Внутрь, нет. Ну, хорошо. А наружу он приносил святость Ешо? Святость Ешо в верхом двореце? Да. Приносил святость. Приносил. Святость Ешо. Потому что он говорил, будьте святы, как я свят. Пожалуйста. Ну, я так подумал, что я подумал, что святость, у нее большая степень на отношение с Богом, например, чем чистота. И я так подумал, что святому человеку какого-то чистота как бы не надо. Он как бы и так чистый, и он свят. То есть это мое понимание. Как бы тот человек, который, ну, вот, там какой-то священник, да, там, или он ходит перед Богом, и как бы он во всем святый, то есть он все полностью соблюдает. А чистота, например, если человек согрешил, приносит жертв, например, и Бог его как бы очистил. Ну, он, например, как бы, уже еще не святой до такой степени, и, как бы, может быть, это он согрешает, и обратно требуется вот эта ему чистота, как бы, чтобы Бог очищал. Ну, как бы, все-таки по такому. Хорошо. Отдайте, пожалуйста. Не, ну, уже пришло время, уже можно. Во времена Синайского договора без чистоты невозможно было вообще приблизиться к Богу. Согласен. Значит, и это, в принципе, зависело от... От человека необходимо было осознание того, что он нечист, прийти к Богу, и Бог очищал. Очень важное замечание. Бог очищал. Человек не имел возможности самостоятельно что сделать? Очиститься. Большое спасибо. Дальше. Это все? Кто очищал? Бог. А святость – это когда мы сами отделяем себя от греха, от этого мира. Да, для Бога. Я убил себя для Бога. Кто здесь должен был делать? Я. На ком ответственность? На мне. А здесь кто это все производил? Бог. Разницу нашли? Нашли. Да. А вы говорили, никто не знает. Оказывается... И оно даже не копало. Я копал в прошлый конспект, но ничего не нашел. Ах, кстати, должны были найти им, потому что в прошлый раз мы разбирали это. Я просто вспомнил, что в прошлый раз вас разбирали. Я тебе не нашел, но вспомнил. Плохо, что только один вспомнил. Очень важные моменты, которые надо было понимать. Плохо, что только один у нас из студентов помнит, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что существовало, но на самом деле я рисовал такую штуку. Мы говорили, ритуальная чистота и... На самом деле я надеялся, что... Вы помните, почему? Потому что часть того, что мы говорим, она базируется вот на этом. Без этого понимания вообще рассмотрение достаточно проблематично будет. В прошлый раз мы тратили очень много времени. И в этот раз я осознанно его не тратил на то, чтобы разобраться с понятием чистоты, святости и понятием греха. Я делал только общее замечание. А в прошлый раз мы достаточно подробно разбирали это. Не знаю, либо возьмите записи, должен быть, просмотрите их. Либо возьмите конспекты и просмотрите их, потому что мы точно разбирали эти вещи. Мы говорили, что существовала ритуальная чистота и нравственная чистота. Нельзя было достигать нравственной чистоты, не достигнув прежде ритуальной чистоты. Мы об этом говорили. Мы говорили о том, что чистота зависела от того, кто очищает. И это был явно не человек, а только Бог. И задача человека была обратиться к тому, кто очищает. А очиститься он самостоятельно не мог. Прерогатива очищения, она принадлежала только Всевышнему. Моя задача во всем этом процессе сводилась к тому, чтобы я попросил его, в соответствии с его требованиями, чтобы он меня очистил. И если я исполнял те требования, которые мне были даны, и просил его об этом, то он меня что? Очищал. Процесс очищения, он периодический. Ну, как только запачкались. Как только запачкались. Вы же понимаете, вы же не постоянно стираете свои вещи, да? Как только запачкались. И мы тогда разбирали такие достаточно простые модели. Откуда вы знаете, что вы запачкались? Видно сразу? Если вы со спины запачкались, вы сразу видите? Совесть обличает. О том, что вы запачкали одежду? Спасибо, нам кто-то скажет. Все, все, все банально просто. Я, подождите секундочку. Давайте мы перестанем, как бы, заниматься тем, чем мы пытаемся заняться. Почему? Еще раз. Вы о чем говорили? Я о рубашке? А я про рубашку. Тогда давайте говорить... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тогда давайте говорить об одном и том же. Хорошо? Хорошо? Итак, вы можете сами узнать, вам может кто-то сказать. Заметьте, фраза «вам может кто-то сказать» предусматривает вариант, что вам могут и не сказать. Понятно, да? Но мы говорим о том, что вам могут сказать. Это нас интересовало. Еще какие источники? Мы снимем и увидим. Это первый вариант. Нащупаем, кстати. Грязь нащупаем. Догадаемся? Ну догадаться нет. Опять увидим. Есть еще один верный способ. По запаху. Есть еще один верный способ. Запачканные вещи иногда пахнут. Что? Ну сам, да. Вы сами можете увидеть. Вы сами можете обонять. Вы можете сами даже пощупать. Самостоятельно, да? Но может кто-то вам это подсказать. И еще есть один способ откровения. Когда приходит Бог и говорит, ну пора уже, запачкался. Это когда вы не обращаете внимания уже ни на что. Про рубашку? Это все про рубашку. Бог может. Да, Бог может. И точно так же справедливо, если речь идет о вашей... Совести. Совести. Или вашей души. Вы можете сами знать об этом. Вы можете уже услышать запах этого греха. А вам кто-то может об этом, собственно говоря, сказать. Но если вы совсем никак не реагируете, да? То может прийти и откровение. Лучше, конечно, немного раньше все это сделать. Не допускать до такого. Грех, он в общем-то, обладает определенным запахом сразу, с самого начала. Это так, на всякий случай, чтобы вы знали. Но очень важный момент во всем этом. Мы иногда поступаем так же, как мы поступаем с рубашкой. Рассказываю, как поступаем с рубашкой. Так, чтобы вы просто знали. К примеру, вы запачкались и увидели это. Ну, так смотрите, и говорят, ну, так не очень видно, можно еще потерпеть. Отношения, ну, такое. Зачем же себя утверждать лишней стиркой? Отношения правильные. Экономим свое время и стиральный порошок. Мы можем мириться с нечистотой, которая есть у нас. И иногда точно так же мы поступаем и в отношении наших грехов. Вот это лучше не делать. Лучше сразу идти к тому, кто может очистить. Как только вы узнали, не миритесь с различными степенями нечистоты. Лучше сразу идти к тому, кто очищает. Второй момент. Не достигнув ритуальной чистоты, нельзя было приступать к достижению нравственной чистоты. Нельзя было перепрыгивать через ступеньку. Был определенный порядок, по которому человек должен был глядеться. Следующий момент, который мы рассматривали. Чистота понятия не связанной с гигиеной. Чистота понятия не связанной с гигиеной. Чистота понятия связанной с Творцом. Чистота понятия не связанной с гигиеной. О чем идет речь? Не совсем. Чистота. Некоторые люди стараются представить до сегодняшнего дня закон о чистой и нечистой пище или закон о ритуальном чистоте. Как некие законы, при которых Всевышний заботится о нашей диете и гигиенической чистоте. Это понятно, да? До сегодняшнего дня люди пытаются представить это таким образом, как будто он, сидя на небесах, очень сильно печется, чтобы мы именно с точки зрения гигиены себе любимым как-то не навредили. Данное представление человека вводит в ранг Божества, а Всевышнего в ранг слуги этому Творению. Все понятно? Ну, чтобы вы правильно понимали, все от Него им и к Нему, а не все для меня любимого. То есть, это не он сидит на небе и думает, ну вот вам будет неполезно, мои хорошие. Поэтому я вам дам такие законы, которые будут именно, ну вот, чтобы вам все было хорошо и полезно, ну, чтобы все для вас было хорошо. И поэтому я вам дам закон чистоты, который позволит вам жить долго и счастливо. Это понятно? Да. Такое представление ставит в центр всего происходящего кого? Человека. Человека, мои хорошие. А закон чистоты направлял все к Богу, а не к человеку. Понятие чистоты – это понятие, пришедшее с небес, а не с земли. Некоторые правила, существующие в законе чистоты, вообще необъяснимы критериями земной жизни человека. И еще великий Яханан Бензакай, родоначальник раввинистического удаизма, говорил, «Подолжите, ребята, прикосновение к мертвому не оскверняет. Равно как и пепел и рыжие телецы не освещает, не очищает. Но благословен Всевышний, он сказал нам так делать, и нет у нас права поступать иначе. Он говорил, ну послушайте, ну что происходит в физическом мире, если вы прошли, а там вот где-то глубоко в земле закопан труп? Вы об этом, я прошу прощения, что? А вы наступили и пошли дальше. С гигиенической точки зрения, вот что с вами произошло? Она говорит, ну стали нечистыми. Ну подождите, ну ладно, ну обувь стала не такой, ну к обуви прицепились эти микробы, да? А я-то почему нечистый? Ну он сказал, ты какой? Нечистый. Смотри, где ходишь. Понятно, нет? Да. Дальше хуже будет. Закон о прокаженных когда-нибудь слышали? Да. Отлично. В Новом Завете есть такая сцена. Как раз то, что он спрашивал. Что он спрашивал? Задавайте вопрос. Он спрашивал, почему народ в синагоге возмутился, когда Ишуа напомнил о вдове и о прокаженном. И шо вы ему ответили? Я ему ответил, нам рассказывали в прошлый раз. И шо вам рассказывали в прошлый раз? Ну, и шо вам рассказывали в прошлый раз? Ну, и шо вам рассказывали в прошлый раз? Вы же и рассказывали. Меня же интересует, поверьте, знаете, часто создается впечатление у некоторых людей, что я именно приехал из Киева узнать у вас правильный ответ. И я задаю вопросы, но именно, чтобы узнать, как правильно. Так это не всегда так. Иногда я задаю вопросы для того, чтобы узнать, что вы помните. И меня интересует в большей степени, что вы помните из того, что я вам рассказывал хотя бы в прошлый раз. Давайте сейчас прочитаем законы, и мы вспомним, что вы говорили. Мы прочитаем что? Законы о проказе. Мы, прошу прощения, отвечаем вопрос. Какой? Вот, насколько я помню, значит, были разные степени поражения проказы. Значит, и каждый раз человек должен был приходить к священнику, и священник оценивал... Не каждый раз. Один. Ну, один раз приходил, а священник определял, это является проказ, является ли он чистым или нечистым. И были случаи, предписанные Торой, когда человек, даже будучи прокаженным, объявлялся священником чистым. Когда он был полностью покрыт белой проказой. Отчего они возмутились? Они возмутились от того, что когда Ишуа облечил... Ну, в принципе, в этой истории Ишуа облечил их в том, что они, будучи больны, не желают прийти к Богу, для того, чтобы он их очистил и исцелил. И это их возмутило, потому что они считали себя здоровыми. Ну, на самом деле, он не говорил о том, что они больны. Еще раз. Он сказал, много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. Он говорит, послушайте, ни одного случая очищения в одни Елисея не было. Потому что Нейман поверил. Заметьте, Нейман был кем? Язычником. Еще заметьте, а он очистился в соответствии? Нет. Нет. Кстати, вера Неймана вызывает крупные сомнения. Он сомневался? Он спросил вообще. Он говорит, что этот мужик вообще себе позволяет. И ему говорят, ну, слушай, если бы вот этот, ну, сказал бы сделать что-нибудь, ну, вот такое, ты бы сделал? Говорит, ну, да. Ну, так, говорит, ну, сделай это. Говорит, ну, в этом смысле, хорошо, сделаю. Где тут вообще вера? Где тут крепкая вера парня Неймана? Нет, послушался. Послушался. И то не очень хотел. Он хотел очиститься. И пошел он, в общем, на всякий случай. А когда он пришел и с письмом, то царь израильский сказал, все, труба. Говорит, они ищут повода со мной поругаться. Ну, там непростая история. Не надо думать, что, ну, Нейман был движим верой во Всевышнего. Безгранично предан был этому делу. И вот всю жизнь потом оставался верующим. Может быть, это не совсем так. И здесь вопрос был о том, что даже пророк, собственно говоря, не сильно интересовался тем, именно вот покрылся он проказом или не очень. Он даже не вышел. Его это мало интересовал вопрос. Он, скорее всего, пошел навстречу царю, который переживал из-за неприятностей. Пожалел просто, чтобы войны не было. Понятно, да? И Нишо говорит, послушайте, существовала проблема. Почему-то они не исцелялись. Ни один. Потому что исцеление от проказа было условным или безусловным? Условным. Какое условие было? Человек должен был прийти к священнику. И он при этом должен был полностью быть? Белым. Белым. То есть, если белый годится, пришел, все, считается, будешь исцелен. Почему? Потому что священник объявлял его каким? Чистым. То есть, когда на нем было проказа, ее было меньше, чем 100%. Он был каким? Но при наступлении 100% зараженности, он вдруг становился, ну, именно, каким-то образом, гигиенически чистым? Гигиенически, да. Не. Понятно, да? А священник говорил, вот я смотрю, по всем признакам чистый. И он начинал что делать? Очищаться. Его кожа начинала очищаться. Процесс очищения обозначал тот процесс, при котором его кожа не все время полностью была чистой. То есть, он как-то сходил, да? То есть, он оставался частично поражен чем? Проказом. И тогда все люди могли сказать, слушай, мужик, а ты что не кричишь? Ты, по идее, должен кричать, нечист, нечист, нечист. Это, ну, твоя работа такая. А он что, должен был сказать? Священник объявил меня, нечист. Говорит, пацаны, я вообще не обращаю сильного внимания на то, что у меня находится на коже, но вот тот мужик сказал, что я чистый. Поэтому я уже ничего кричать не буду. Несмотря на то, что вы видите, я являюсь каким? Чистым. То есть, гигиенически есть некоторые проблемы. Может, там еще какие-то проблемы по-медицински были, там, может, он носил какие-то микробы, я не знаю. Что-то с ним было не так. Но он считался каким? Чистым. Потому что кто-то его объявил таковым. Поэтому никакого отношения понятия гигиены, понятия чистоты, используемого в Синайском завете, не имеет. Понятие чистоты возвращало человека к Богу. Понятие чистоты возвращало человека к Богу, а не к себе любимому. И здесь Бог пытался человеку объяснить, что есть чисто, что есть нечисто. С точки зрения Синайского завета, прерогатива определения чистого и нечистого принадлежала кому? Еще раз. Кому? Спасибо. Священнику. Здесь наши братья, ортодоксальные евреи, исповедующие раввинистический иудаизм, попали двумя ногами в маргарин. Они не имели права определять, что есть чистое, что есть нечистое, потому что это прерогатива только священника. Только он мог определять, что есть чистое, что есть нечистое. размышлять на эту тему всем остальным можно было, но не имело никакого смысла, потому что определить что есть чистое, что есть нечистое мог только священник а мнение всех остальных ну хорошее было, но несущественное то есть если бы все вышли и сказали, слушай священник мы вот считаем, что он нечистый ну это ваше дело я говорю, что он чистый и мнение одного священника перевесило бы мнение всех остальных равно как и в другую сторону если бы они сказали, слушай, да ничего страшного ну как бы ну так вот, ну да, некрасиво, да, но чистый а священник говорил вы не поняли, он нечистый он объявлял его как чистым, точно так же он объявлял его нечистым, и его мнение было рисающим точно так же вопросы что есть свято, что не свято что есть праздничное, что есть будничное что есть чистое, что есть нечистое лежало только в юрисдикции священников все остальные были свободны с этой точки зрения ну мудрецы погорячились брали на себя смелость определять что есть чистое, что там есть нечистое что есть там праздничное, будничное какие ограды возле чего надо выставлять и так дальше не имели права восхитили себе право которое им не принадлежало и свое право рассуждения перевели в рамк законодательства точно не могли то есть рассуждать нормально а вот законы выдвигать извините никто права не давал и так понятно две ступени дальше я рисовал еще две ступени нравственная и истинная вот нравственная и истинная истинная чистота достигается при таинстве дарованным Яшуам своей церкви вы пытаетесь вспомнить или понять что вы пытаетесь сделать смотрю жертвенники небесно небесно спасибо здесь точно такой же порядок возникновение проблемы вплоть до смерти говорит немало из вас больных и некоторые что делают умирает потому что приступаете не рассуждая не рассуждая не рассуждая а что значит не рассуждая ма ма не штана что это такое чем отличается вопрос который на пасхальном саде задают чем отличается это на счет других да маленькие дети спрашивают чем отличается ма не штана чем отличается понятно да я не ошибся я не схожу ма не штана чем отличается чем отличается эта ночь от всех остальных ночей и точно то же выражение используется здесь не отличайте трапезы Господней от всех остальных не делайте различия и из-за того что вы не делаете различия в общем-то можно и что сделать умереть замолить вплоть до смерти говорит немало из вас больные некоторые что делают поэтому стоит отличать различать здесь понятно возвращаемся не возвращаемся пытаемся закончить с этим а уже после перерыва вернемся значит понятно что когда говорилось о законе прокаженном говорилось о чем-то другом чем просто гигиеническая чистота понятие чистоты в общем-то понятие которое возвращало человека все время к пониманию Бога требованием его чистоты не всегда понятных человеку но точно возвращающих человека к размышлению о том кто дал эти требования и эти требования были направлены на то чтобы человек помнил о всевышнем а не всевышний заботился именно о здоровье и благосостоянии человека то есть все должно вернуться на свои места и мы должны помнить кто для кого вообще существует понятно да все понятно это то что касается понятия чистоты итак чистота понятие пришедшее с небес данное нам и мы себя очистить сами не можем поэтому мы нуждаемся в том кто будет нас что делать очищать и наша задача только прийти к тому кто нас в состоянии очистит и попросить его чтобы он нас очистил окей сохранение святости отделенности задача наша и постоянная чтобы я не запачкался это моя задача и я должен исполнять эту задачу постоянно если процесс очищения процесс периодический который нужно повторять по мере того как вы запачкались то вопрос отделения процесс постоянный для того чтобы не пачкаться разницу нашли возвращаясь к нашей теме очень краткое замечание после перерыва мы его продолжим оно касалось того что грех покрыт или уничтожен так вот в момент принесения жертвы грех покрывался а не уничтожался потому что уничтожение греха это был процесс которым должен был задействован быть человек который должен был и устранить последствия своих поступков самая большая проблема была устранена и человек мог в дальнейшем привести все соответствие и больше не так не поступать поэтому грех покрывался а не уничтожался и существовало еще понятие такой мера за меру надо было ответить за то что ты натворил да но не уничтожил почему потому что существовала мера за меру ты должен был понести и наказание за совершенное действие ну я бы не торопился зачем мы вперед не забегаем как сейчас мы чуть-чуть позже поговорим пока мы находимся мои хорошие во время действий Синайского Завета и когда вы хорошо понимаете что такое Синайский Завет и что в нем происходило тогда мы потихоньку аккуратно делаем некие продвижения в сторону Нового Завета и спрашиваем справедливо ли это для Нового Завета так вот наказание меру за меру не справедливо для Нового Завета точнее не всегда справедливо да а вот вы пожалуйста Синайский Завет это Ветхий Завет да когда мы употребляем выражение Синайский Завет мы имеем ввиду то что составители Библии назвали Ветхим Заветом понятно да мы имеем именно это перерыв Завет Завет Субтитры создавал DimaTorzok